То есть ему 85, Шуи Накамура 64, да, 50, Хироши Амана 54, то есть эти сравнительно молодые. А Накамура, ну вот я в самом конце покажу на одну минутку, как их там поздравляют после Нобелевской Филипции, так что посмотрим. Значит, что? Вот формулировка Нобелевского комитета. Значит, это при тени эффективных и спускающих в синий свет диодов, которая позволила создать яркие и энергооперегающие источники белого света. Ну вот источник белого света, который светодиодный, видно, ну, у многих в руках, по улицам, особенно в пятикатках, ходят с такими фонариками. В общем, конечно, яркость тут хорошая, долговечность хорошая. Я вот хочу показать, ну, то, что с обочим фонариком не получается, ну, я тут сделал синий полом, может быть, не очень удачный. Ну, вот посмотрите, вот берем лазерный свет, вот вверх, то есть, так, я... Вот, вот, можно носить по потолке. Нет, это понятно. То вверх это понятно отражается, а вот он отражается вот сюда еще, вот, в сторону. То есть, то, что там наверху, это понятно. А тут еще есть два отражения по сторонам. Поэтому с этим синим, ну, синий экран, ну, вот видно, вот, хорошо видно, из чего этот, как бы, белый свет состоит. Вот там вот, на самом деле, просто искажается вот на этом. Тут, в основном, синий, это от синего светодиода, и желтый, который смешивается с синим, и дает белый. Тут он, как бы, не настоящий белый, но для нас белый. То, что мы видим, как белый, мы очень, это, так, поясняется, соответственно, с расприятием. Так, так вот, какая, к чему приводит премио это изобретение? Вот тут долго все это читать, но вот они пишут, что, как бы, это согласуется с волей Альфреда Нобеля давать премии за изобретение, полезные для человечества. Вот они, это, конечно, очень полезное, и вот об этом мы еще поговорим. И вот, ну, тут говорится о том, что они все трое преуспели там, где остальные потерпели им гачу. Ну, об этом мы тоже немножко дальше подробнее. Их изобретение было революционным. Вот, лампы накаливания светили в 20-е столетие, в 21-е столетие будет освещено светодиодными лампами. В промежутке были еще лампы люминесцентные. Вот это вот то, что у нас тут висит, и что представляет собой серьезную, так сказать, угрозу для людей. Это вот, так, что тут еще можно... Ну, вот, вот приведенные, сколько люмином на вас дают. 300 люмин, ну, это сегодняшние лампы. Это светодиодные, 16 лампы накаливания. А вот люминесцентные, больше называют, а в Нобелевских материалах, например, флорексцентные. Вот 70. Так. Ну, вот, поскольку одна четверть мирового потребления электрического используется для освещения, это очень экономично, ну, важно для сбережения ресурсов на Земле. Ну, вот, мы потом скажем, сколько тратят Соединенные Штаты на освещение, это 60 миллиардов долларов. Это, вот, бюджет России, по-моему, такой же. Вот, бюджет России и только на освещение в том округе. Да, ну, вот, полтора миллиарда человек, вот, говорится, что у них вообще недоступная электроэнергия от тепли, она будет доступна за счет, возможно, солнечных батарей, их достаточно мощности, чтобы было, можно было освещать. Так, ну, вот, ну, еще говорится о том, что светодиоды на электроструктурах были сделаны очень давно, но светодиоды работали только в инфракрасной и красной областях, а вот синие не получались. То есть получались, но в 71-м году был сделан первый синий светодиод, но он был настолько маломощный, что никаких применений полезных не могло бы. Ну, и потом, вот, еще говорится, что синий свет можно сразу же преобразовывать в белый, ну, с помощью люминопора простого, сажать все белым. Ну, вот, я просто немножко хочу остановиться на предыстории, поскольку все это кванты, их излучение, индуцированное излучение. Вот, немножко вспомним вот Эйнштейна, это он в том возрасте, как он сотрудник патентного бюро, кванта света, за что, в общем, все, ну, как бы, особенно некому было его ругать, но это единственная слава кванта, когда он его представлял в Кубской академии наук, что сегодня из кванта света не стоит ставить ему в вину. Ну, человек наблюдается, можно не пройти. Ну, я напомню, как, основываясь на работе Вина 1893 года, Эйнштейн решил такую вот странную задачу. Вот, тепловое излучение собрано в каком-то большом объеме, и какова вероятность, что оно соберется в маленьком? И Эйнштейн понял, что тепловое излучение, это газ в карпуску каких-то. Вот, если бы у вас была одна карпусковая, вероятность, что она соберется в маленьком объеме, то В маленькая поделить на В. Если бы это карпусковая, то нужно в квадратовой ввести. А так получилась формула В маленькая, но В большой в степени Эйн. А Эйн получалось, чтобы полной энергии поделить на Ашнин. То есть он пришел к выводу, что излучение тепловое можно рассматривать как газ из карпускул, и энергия каждой карпускулы равна Ашнин. Ну вот 11 лет прошел, пока Эйнштейн понял, что у этой карпускулы и импульс нужен. Ну вот, в 16-м году он приблизал к карпускуле импульс, ну, как и положено, энергии поделить на С, для безмассового частица. Ну и потом он предположил, что эти карпускулы ведут себя как... То есть не только тепловое излучение из карпускул состоит, но вот когда оно испускается и поглощается, то это тоже какие-то карпускулы и кванты, как он их называл. И объясним, каким образом компьютеры, то есть фотоэффективы. Ну и вот, ну это его слова о том, что это будет подсказано. Теперь вот почему Ньютона, то есть Эйнштейна, вот ругали. Понятно почему. Потому что по Ньютону частичка подходит к среде, притягивается к ней, импульс становится больше, и она прижимается к вертикалу. Ну, а по Югельсу наоборот. Там получается, что скорость в среде меньше, чем в воздухе. Но на самом деле тут нет противоречия, потому что вот из формулы Эйнштейна видно, что скорость и импульс Татона, они обратно пропорционны. Ну, потом следующий разъедет их мыслей, он понял, что скорость света зависит от гравитационного поля, поэтому лучи света отклоняются в поле солнца и... Что здесь удобно света к нам? Да, так вот, ну это Эйнштейн в 16-м году. В 16-м году была очень важная работа им сделана, которая уже имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы говорим. Значит, он невероятно простой способ придумал, как вывести формулу Планка. Он всего лишь осмотрел двухуровневую систему, которая в равновесии с тепловым излучением. И отсюда у него получилась, во-первых, формула Планка, ну, что как бы уже не новая, уже она в 16-м году существовала. А вот он предсказал существование индуцированного излучения. То есть, по сути, что он как бы предсказал существование лазера. Ну, все знали, что лазер это сокращение такого небольшого количества антистрицов. Но если лазер это не видно в микровейке, там будет вообще масса. Так, ну вот я привожу эту выкладку Эйнштейна, чтобы было видно, что спонтанное излучение обязано существовать. Это необходимость, а не, прошу прощения, индуцированная. Спонтанное, и как все знали, он предсказал индукцию считания индуцированного излучения. Значит, у него вот есть какое-то количество N1 на первом уровне состояния и какое-то N2 на втором уровне. Разница между уровнями H1. Отношение N2 к N1 побольше, как и должно быть. Чтобы было равновесие, значит, что N вверх переходов, N вниз одинаково. Но количество переходов вверх пропорционально некоторой константе и плотности излучения теплового. А количество переходов вниз, вот B, это спонтанное излучение, ну, переходят они сами по себе. Но есть еще индуцированное, которое зависит от плотности излучения. Отсюда уже почти получается формула планка. Но дальше он, ну, понимая, что при T, стремящемся к бесконечности, N стремится тоже к бесконечности, приходит к выводу, что A равно C. А вот если бы C не было, у нас бы при T, стремящемся к бесконечности, выходило бы, ну, при больших температурах, плотность излучения выходила бы на константу. Ничего бы, в уровне манили. Ну, вот дальше уже получается формула планка. При этом пришлось использовать результаты Вильгельма Винна, 96-го года. Ну, штаб излучения выглядит при малых частотах. Тогда там постоянная планка уйдет, если там Омега положить равную близким к мулюмам, и получается формула 1. Да, ну, вот Вильгельм Винн и Макс Планк. Да, это их работа. Ну, вот все трое, они получили мобилевские премии. То есть мы будем упоминать сегодняшний день. Много мобилевских премий. Винн 911, Планк 918, Аргеншень в 21-м. Поэтому все они получили мобилевские премии за исследование теплового излучения. Ну, здесь я привожу слова Эйнштейна в письме другу его Бесса. 55-й год. Это Эйнштейн уже во время умрёт. То есть мы думали о смерти. О том, что он так не приблизился к арте, то что же такое кванта. И мы как бы остались, безусловно, вопросы неясные. Но Эйнштейн не представлял себе, как же устроено, ну, никаких еще лазеров не было. Он не представлял себе вот чего. Как устроена электромагнитная волна классическая. А вот лазер даёт практически классическую электромагнитную волну. И вот это было понято позже. И вот я, поскольку сейчас принято всё на катах демонстрировал, вот рассмотрим такую вот. Один кот плюс два кота плюс три кота плюс четыре кота и так-то бесконечно. И теперь с каждой совокупности котов уберём по одному коту. И тогда получится то же самое. Один кот плюс два кота плюс три кота и так-то. То есть вот такое, в общем, свойство вот к той суммы. Ну, если котов заменить фотонами, то это будет называться пространством кота. Так вот, давайте уже рассмотрим скобки Герака. Вот это ноль плюс один плюс два плюс три кота и уберём по одному коту из каждой скобочки. И опять получится ноль, один, два, три, четыре, пять. Ну, а ноль из него нечего убирать, его зачерпнёт. Ну, вот эта теория, вот это начали осознавать только в пятьдесят пятом году, и люди, которые тогда это делали, ну, во всяком случае, один из них, доживший до 2005-го, получил за это Нобелевскую прибыль. То есть это речь идёт о роли Глаупермане, который, ну, вот, девять лет назад мы, наверное, об этом говорили. И вот это то, что называется дидиректным состоянием. Здесь два лазера, то и такие опыты уже там мы были сделаны. В 1967-м году, первый раз, то два лазера, их, как бы, векторы состояния перемножаются, а собственные значения при этом складываются, как опыт Сиго-Романкина. Интерференция пучков от независимых источников. Ну, это я хочу, вернее, даже я бы не хотел этого показывать, но тогда был, в общем-то, скандал, неприятность у Нобелевского комитета, в общем, ну, совершенно необходимо было, если давать Нобелевскую премию Глаупермана, нужно было давать Сударшану, поскольку они, Сударшан внёс, есть не меньший вклад в большую науку, флантовую, оптику, замечательный физик, он написал протест в Нобелевских комитетах, но поскольку Глауперу уже было за 80, и он не очень читал, что ему написали, за что давать, то получилось так, что сформулировали, за что дали, это результаты Сударшану. Сударшан написал протест, что не против, отдавали Глаупер, но не за мои же результаты, но протест Сударшана тогда был поддержан многими, которые понимали, о чем идет речь, но вот такая была неприятная история. А это вот фотография Эйнштейна, которую сделал 30-летний Глаупер, когда он работал в Принстоне, он рассказывал, что где-то к полудню он просыпался и шел в институт и встречал обычно Эйнштейна около часа, когда тот уже с работы возвращался домой. Ну вот раньше этой фотографии он показывал, наверное, кому-то, но тогда он в своей мобильной коллекции его продемонстрирует. Теперь вот первые светодиоды. Ну вот тут мало что можно сказать. Это вот 1907 и 1928, это был 1923 год, в 1927 год был подан пактент на инобретение, в 1929 год. Ну вот посмотрим. Ну вот есть статья Жолдева, которая работает в институте оптоэлектроники, великоприентальной. Вот он написал в 2007 году, что 100-летняя история светодиодов. Так вот, вот это Генрих Шозе Краунд, который работал в лаборатории Маркони, несметное количество таких патентов, он получил за много интересного раздела. И вот он в феврале 1907 года написал вот такую небольшую заметку в журнал «Мир электричества и электрический мир», где он рассказывает о том, что когда он какой-то металл-карборондул, ну у нас его больше называют кардиктремния, поднес, то там вот 110 вольт у него было, ну появилось, не знаю, это свечение, желтое, ну совершенно он не понимает почему, но вот как некий курьезный факт, он решил об этом сообщить. Так, подобную же вещь наблюдал Олег Владимирович Мострев, тоже интересный человек, он автор очень многих, ну вот он не так долго прожил, у него тоже там много патентов всяких и статей, причем за рубежные журналы он печатал в то время, университет он как-то не закончил, он учился, но видимо чего-то не искал, диплома о высшем образовании у него не было, поэтому ему, ну в то время на это не обращали внимания, ученую степень кандидата присудили, но и был известен в мире, он придумал 301, он его назвал радиоприемник, ну а это сейчас называют то, что было у Лосева и у Раунга, это диоды Шотки, называется, Шотки потом изучал, да, так вот, Лосев запатентовал, накладывал световую биле, вот это вот, потому что он накладал тоже свечение, ну такое же, как Раунд, подсоединив там что-то, карпету Кремния, Карборунду, по-моему, он тоже был, Карборунговый депутат, ну вот он остался в Ленинграде, хотя ему предлагали эвакуироваться, но, в общем, он умер там, вообще, что было в Ленинграде, мы не знаем, да, так вот, на это вот карбет Кремния, который, да, ну вот, первые транзисторы, которые, вот, первый транзистор был сделан Гвардиной и Протейном, а Шокли построил их теорию, хотя, ну, независимо от них, хотя, в общем-то, Шокли, по-моему, до тех пор жив, включает ему 99 лет, в общем, на удивление, вот все люди, которые тут у нас появляются, но за исключением, вот, 8 лет, живут уже за 90 лет, то есть, вы их не допользуете, вот эти, занятия полупроводниками, диодами, да, и вот, ну, вот эта копия, ну, первого транзистора, где-то она, ну, хранится в музее, ну, транзистор вон там находится, ну, там поясняют, где-нибудь, вот тут транзистор, вот эта база, а вот этот, ну, там, называется, эмиттер-коллектор, да, ну, в общем, такое замечательное место, а это они вот втроем, Барген, Шокли и Брат Тейн, ну, Барген, все знают, лауреат дважды Нобелевской премии, второй раз, вот это Владимир, у него там какие-то конфликты, в этой фирме, где он работал, возник, и он ушел, сменил род деятельности. Так, ну, потом, вот, было предсказано уже, ну, вот как, что можно получить индуцированное электромагнитное излучение, было это предсказано одними, ну, может быть, первыми, очень базовым, на Прохоровом, во всяком случае, как Магринский комитет расценил, а Таумс, он первый построил такой вот аммиачный мазер, ну, вот, это 54-й год, Таумс слева, вот, так вот выглядел этот аммиачный мазер, а это вот водородный мазер, построенный Рамзеем, ну, в 60-м году. Ну, водородный мазер, оказалось, это удовольствие, по-это, не дешевое, он стоит, ну, вот, ну, те, которые сейчас делают 230-235 миллионов долларов, вот такая, подавайте, ну, что там? Ну, там снизу запускается пучок водорода, с помощью магнитного поля и отщепляются возбужденные состояния, ну, которые магнитные монеты, ну, в общем, там собираются в этом, в этой полке возбужденные состояния атомового города. А у них, почему этот мазер очень простой? Таумс слева, потому что у них время жизни 11 с половиной миллионов долларов, то есть их не надо трехуровневую систему ставить, стоить как там. В общем, такое замечательное устройство с большой скобильностью работы. Вот я хочу, вот, известная картинка, это пионер космический аппарат в 1974 году запущенный, то есть уже сколько лет лет летит, сейчас мы на расстоянии, больше десяти расстояния от Земли до Солнца. И вот, ну, тут послание инопланетным цивилизациям, которое сочинил астрофизик Тарсаган, нарисовала его жена. Ну, вот это мы понимаем, что тут нарисовано, это были возмущены налогоплательщики, что НАСА порнографию запускает в космос. А вот это вот мало кто может понять, что это такое, даже и Земля. А что это такое? Ну, вот сейчас мы посмотрим, да. Ну, вот тут Солнце, планеты и в двоичном ходе расстояние. А это они хотели сказать, что тут рост мужчины и женщины в двоичном ходе, что все у них, единица измерения, вот эта черточка, 21 сантиметр. Так, ну это вот, вот, мы увеличим объем. Значит, это, когда спины параллельны у протона и электрона, и когда они антипараллельны. И вот переход из этого состояния в это состояние сопровождается излучением 21 сантиметр. Ну, вот это есть водородный мазок, его излучили, 21 сантиметр. Ну, предсказано это было излучение в межзвездном водороде в 44-м году в Англии Золстом. А вот в 51-м году Эдвард Персел его наблюдал. Ну, вот он тоже в авторской теме, где-то втором получил. Ну, тогда вы смотрите, 1420 мегабилов. Он все хорошо померил. Ну, не только он, не и автор. Вот уже давно, вот с какой точностью. Ну, вот в лекциях Хеймана целая глава посвящена вот этому переходу и этому излучению. И вот у него уже тогда вот эти знаки еще были. Ну, вот эти уже были известны. То есть это жесткая точность. Вот для того, чтобы вот эти знаки объяснить, уже нужно, учитывая, что протон из Кварковца стоит. А до этих вообще-то можно дать. Да, так вот, я еще две Нобелевские фемии хочу упомянуть. Это Ферми, который в 38-м году получил Нобелевскую фемию. Ну, ему я специально отдали, чтобы он имел возможность сбежать из фашистской Италии. Да, ну, все помнят, что не пустили в Соединенные Штаты, потому что дочка плохо видела. И его не хотели пускать, пока кто-то не шепнул, а что Мобелевский лауреат. А соседнюю семью не пустили, которая вместе была, потому что делается плохо видела. Да, но, несмотря на то, что знали, что он Мобелевский лауреат, все равно экзаменовали на умственные, проверяли умственные фазы. Я помню, Ферми гордо ответил, когда у него спросили, сколько будет 27 плюс 17, он ответил, в том, что 42. Да, так вот, в 30-м году он подсчитал, вот такой замечательный фон, все от нуля по Мобелевску квадрате, значение по Мобелевску нуля выделяет эти переходы, ну, критерии или в водороде. И вот в 47-м году группа Раги, группа Раги это померила впервые, вот они получили с меньшей точностью, чем вот Ферсова, 1421 у них было, хоть минус, а теория давала 1417. То есть была русская проблема, как же так, но все, насколько были уверены в теории, что она хорошая. Ну, так было открыто, аномальный магнитный момент электрона. Никто не мог представить даже себе, что магнитный момент электрона не магнитон был. Ну вот, вот так. Теперь первый красный светодиод, но тут я только картинку покажу. Вот это вот Никто Ваньяк, но его родители в Западную Украину приехали, ну, стали американцами, он уже родился в Соединенных Штатах. Вот это первый красный светодиод, он считается родоначальником вообще светодиодов. Вот, в его группе он, в общем-то, после второго работает, и они сделали вот светодиоды, ну, для, которые используются в DVD, CD. Ну вот, новые результаты, вот, я пользую. Они привели к тому, что появились плюрей-диски. Чем выше частота, тем более тонкие порозки можно записать. Да, так что, вот так. Так. Ну, что касается светодиодов Алферова, за которые получил Нобелевскую пельню по физике в 2000 году, то это было тоже, у него были замечательные работы, и это немного напоминает историю с этими японц, ну, с нынешними Нобелевскими лауреатами, потому что идея о том, что гетерогенные полупроводники работали бы намного лучше, чем обычные моногенные из одинаковых веществ, но носилось в воздухе, но ни у кого ничего не получалось. И уже все бросили этим заниматься. Вот остался один Алферов и Кремер, вместе с которым он получил Нобелевскую пельню. Но Кремер, он как бы теоретик больше. То есть, практически такие результаты были получены именно Алферова. И вот он обнаружил, что вот Арсеник-Галлия и Арсеник-Галлия с добавками алюминия, там, ну, все это, кто-то еще пишет, и Арсеник-Галлия и Арсеник-Галлия и Х-1, ну, с какими-то, в каких-то пропорциях все это нужно еще угадать каким. В чем была проблема? Нужно было, чтобы разные полупроводники, они обладали одним и тем же, ну, хотя вот важное свойство, коэффициент расширения. Если он уже, он же при разных температурах работает. Если он нагрелся, и одно поползло, сильнее, чем под другое, уже все уже. Вот повезло, что... То есть, это была чисто такая технологическая проблема. Кстати, вот с тем, что толкером как бы не одобряет решений Нобелевского комитета по поводу присуждения Нобелевских премий за такие результаты, как его и нынешнего года. Ну, и считается, что лучше, когда за фундаментами открыть это или нет. А это как бы человек в потемках ищет и случайно находится. Ну, в общем, ну, он не настаивает так только что. Тем более, что, как хотел на строительство Центра образовательного в Петербурге эти деньги в Петербурге это отражена не разрешили. Уверен, что все их туда находят, но она значительная часть и кармана. Ну, так вот. Да, ну вот, что... Да, и вот в 2016 году Алферов и его молодые сотрудники сконструировали первые в мире непрерывно работающие при комнатной температуре лазер на двойной гетероструктуре. Да, и вот у них постоянные одинаковые кристаллические решетки, коэффициенты теплового расширения. Ну, и вот это то, что писалось в 2000 году, когда он получил Мобелевскую гетероструктуру. Видно, что... Вот, писалось, что светоизлучающие диоды на гетероструктурах заменили лампы накаливания в светопорах. Ну, всего лишь в светопорах. Вот, нет, но это тоже важно. В светопорах тоже нужны лампы. Да, ну, вот, прогресские формы заметны, потому что сейчас уже светодиодные лампы, это на каждом счете видно. Ну, особенно у нас в 5Х, как это хорошо видно, когда подключаются светкости, в том числе с этими фонариками. Ну, вот, это, как обычно, поясняется, и Мобелевские уряды, как поясняли, ну, чтобы... В общем, диод, с одной стороны P-проводимый, с другой стороны N-проводимый, пропускают электрический ток. Ну, какой тут ток? Это один-то вольт всего, а вот такой светит, и долго, и, ну, я не хочу на вас туда направлять, светит довольно сильно, вот этот светит. Да, и вот рекомбинация происходит и не звучит. Ну, а лазер, это примерно то же самое, но только еще делают такие, чтобы грани были кристаллов, и отражались там хорошо. Продукцированное излучение пошло по Эйнштейну. То есть, практически светодиодные лазеры и светодиодные, просто светодиоды, они мало чем отличаются. Вещества те же самые. А это вот, Нарез Санцфоров, недавно в книжку написал, «Власть без мозгов». Ну, это, наверное, к любой власти относится. Не только к русскому. Но теперь вот перейдем к нашим лауреатам. Что же они сделали? Ну, вот Ахасаки, самый старый из них, ну, 85 лет, в общем, «Былась, оказывается, еще и старше». Да, он начал изучать, да, эти, вот основное вещество, на котором вот делаются светодиоды, это почему-то вот Нитрит Галлия. Ну, были другие кандидаты и лучшие считались, но потом вот как-то получилось, что вот Нитрит Галлия оказался лучшим силом. Ну, это же не было известно. И вот он давно его начал изучать. Ну, просто вот, что это касалось. Сначала в Токио, а потом он стал и сейчас профессором Натойского университета. И вот к нему еще подсоединился молодой демошник Амана. И они вот это вот все изучили. Так, и вот они, в конце концов, разработали недорогой способ. Это, это, что тут важно во всей этой истории. Он был недорогой. Они-то были сначала дорогие, без светодиоды. Отвечательно, они уже доступные стали подстроены. Да, вот недорогой способ получения кристаллов Нитрида Галлия, высокими оптическими качествами. Тем временем, вот Сюльзин Атамура работал в небольшой хирме японской. Ну, вот. И проваливал одно дело за другим, которое ему поручило. Ну, не нарочно. Оно могло бы провалиться, эта история с Галлией, с нейтритом Галлией. Ну, он для диссертации это ему было хорошо. Он собрал много интересного материала, много чему научился. И, наконец, вот фирма это рискнула. 3 миллиона долларов выделили на исследование нитрида Галлия. И ему удалось получить пленки нитрида Галлия, Н-типа, с уникально высокой подвижностью и основных носителей. То есть, это понятно, что это значит. Н-типа, значит, носители электроны, а не основные, это дырки. Так вот, они оказались вот уникально высокой у них подвижной, в этом нитриде Галлия, но это же еще там зависит от того, надо угадать, что туда добавить, чтобы он был Н-типа или там П-типа. Ну вот, да, в 92-м он получил П-типа и потом вот излучающий слой. И, в конце концов, в 93-м году удалось ему создать первый коммерческий образец синего светодиодика. Ну а потом он там как-то ушел из этой фирмы, уехал в Соединенные Штаты, в Японии работу не нашел, а эта фирма предъявила, подала на него в суд, потому что, чтобы секреты не разбазаривал, то, что он там считал, если сделал это, собственно, из фирмы, а он ответный иск подал. Сначала суд присудил 169 миллионов долларов выплатить ему, ну, он выиграл дело. Ну, потом фирма нашла лучших адвокатов, сошлись на 8 миллионов. Ну и так, в общем, как-то считается, что это речащий случай, что, скажем так, ему компенсировать. А там, ну, в общем, вот такая немного грустная история, но все они подвижники. Вот он подвижник, двое других. Ну и вот, вот они разработали технологии получения сплава витрида калия с алюминием и индии с добавками и применили их для получения вот сэндвичами и нескольких полупроводников с разными, ну, гетерогенными структурами. Делали это, как уникозное производство, как волшебное. Так, и вот на базе гетерогенов обе группы, вот Натасаки и Накамуры, создали голубые светодиоды, которые освоила полупроводниковая индустрия. Ну, вот это в мобильских материалах присутствуют сэндвичи, а это вот, как это развивалось, на каких материалах вот красные делались, вот, вот это вот синие, ну, тут и тарборон, и тарбиткрем не тоже упоминается, потом вот зеленые пошли оттуда, и вот это уже современные лампы светодиодные, в которых косфорный, ну, как бы нанесен алюминофор, и происходит, ну, непосредственное превращение синего цвета сразу в белый. Ну, вот те лампы, которые у нас, скажем, в пятикаках продают, светодиодные канарики, они появляются в белый. Ну, это вот, нобелевские лауреаты показывают такие картинки, как это все развивалось, сколько люменов на ватт. Вот такие лампы, ну, чтобы, что такое люмен, это, наверное, все помнят, что это Джоуль, Настер, Родиан, а так, чтобы почувствовать, что это такое, вот говорят, 60-ти ваттная лампочка, это 600 люменов освещение, которое, например. Ну, а тут 300 люменов на ватт, потому что 60 ватт, это, ну, сколько... Ну, в общем, куда более эффективно. Ну, вот, люминесцентные лампы 70 люменов на ватт, обычная лампочка 16 на ватт, мы заумножим, как я говорил, ну, должно получиться. Да, ну, получается даже 50-ваттная, 800, ну, ладно. Значит, кто-то неправильно написал, а я поставил. Ну, вот просто обычная вещь. Так, вот, теперь я смотрю, что в ходе я продал, а то, в общем, приближаюсь к концу. Да, так вот, вот теперь вопрос, чем же эти светодиодные лампы лучше люминесцентить? Ну, обычная, когда речи не идет, там уже это, позавчерашние дни. Да, так вот, ну, есть такой справочник светодиодного освещения. Вот там перечислить, как потроить, что 20% электроэнергии в Соединенных Штатах тратится на освещение. Это 60 миллиардов долларов. Так, ну, и вот, использование светодиодного освещения, это экономия 189 кВт в год, что равноценно годовой производительности 30 электростанций мощностью по 1000 МГц. То есть, ну, хорошая экономия. Так, ну, что тут написано, что, ну, вот это КЛЛ, это компактные лампочки, люминесцентные лампочки. То есть, это обычные те, которые, ну, не вот эти большие, а которые висят в квартирах, в подъездах, в общем, на самом деле ужасные лампочки. Так, ну, я потом приведу пример. Вот печальный сбор, который сразу закончился. Так, излучают свет. Они направлены, излучают свет в нужном направлении. Более эффективную оптику можно использовать и можно управлять светом. Цветодиоды не производят инфракрасного излучения и могут устанавливаться в термочувствительных зонах, вблизи людей и материалах. И там, где установка традиционных источников может быть небезопасной. Не излучают вредных ультрафиолетовых излучений. Разгружающих материалы, краски. Тоже достойно. Они-то тоже греются, но, в общем, гораздо меньше. И светодиоды, ну, вот, так, потрогаем, влажно. Так, ну, вот процентов сколько-то еще будет. Цветодиод 15-25% в лето. Лампа накаливания 8%. Люминесцентная, ну, вот, примерно то же самое. Ну, инфракрасное излучение. Тут ноль. Тут большое. Тут поменьше. Ультрафиолетовое, ну, только что писалось, что там есть. А тут вот написано, что лавануй. Ну, ну, наверное, они тоже. Ну, а с теплом тут видно. Сетчатка ваша составляет 100%. Да, да. С теплом тут даже лучше, наверное. Ну, а вот, ну, как-то. Ну, у нас с них прокрасный уже целевый. А, ну, да. Надо же суммировать. Надо же суммировать. Тут важно, что нет этого, да. Что не то, не то, не то. Да. Вот они еще, у них свойство дезинфекционное. Вот эту же лампу выключил. Говорят, надо подождать там минут десять. Или чем вы будете включать. А тут, пожалуйста, включай, выключай. И потом, для нас это, как бы, актуально сейчас. Отсутствует вредное воздействие циклической потачки. Ну, и, наконец, вот эта самая, в общем-то, серьезная. В отличие от люминистантных ламп, содержащихся тут, и требующих специального обращения индинизации, вот эту лампочку нельзя выбрать. Ее нужно куда-то сдавать. А пойдите, найдите куда. В общем, это не так просто. Вот эти маленькие, они еще берут. Еще можно найти. А? Маленькие тоже? Конечно, конечно. Ну, у нас там рядом с домом берут эти лампочки. Да. А вот нельзя их выбрасывать. Это, это страшное дело. К этому, ну, если ее выбросить, то она разобьется. Да. И вот. Да. Так вот, что касается пути. Ну, вот у поляков в 81-м году запретили там в одной речке рыбовать. Потому что в эту речку текли воды из Германии, ну, тогда федеративной. Значит, и там в этой рыбе, ну, конкретно в угрях, там рыбаки ловили, было в тысячу раз больше ртути, чем допустимо. Вот, ну, как когда-то Вернадский делал опыты, вот, вот, какой-то радиоактивность в воде, а сколько воды в тех микроорганизмах или там, в общем, в том, что там плавают. Они же впитывают в себя ту радиоактивность, и растения некоторые, и живое, ну, растения это тоже живые, так сказать, существа, образования, так сказать. Да, так вот, ртуть, она невероятно бредна, она влияет на мозги, агрессивность вызывает. Ну, вот, мы знаем два, это еще, вот, линий старший в первом веке нашей, ну, нашего лета исчисления писал, что путь – это один из самых главных ядов. Да, ну, еще яд хороший – это олога. Вот, даже говорят, Римская империя перестала это существовать, потому что они вино, то есть виноград толпили в оловянных чанах и травили, теряли мозги и все, что у них. Да, да, так вот, сейчас я вам хочу показать, ну, свинька, или оловый или свинец, а? Оловый или свинец, наверное. Олово, нет. Олово. Олово. Пищевое олово было. Что? Нет. Людят специально пищевым оловом, который не содержит свинца. Ну, короче, нет. Может быть, бывает пищевое олово, но то, из которого Иван Грозный кушал… Так что свинец был. Дело в том, что на многих славянских веках наоборот. То есть олово называют свинцом, а свинцом – олово. Ну, да. Может быть, из-за этого путаница войти? Да, я не знаю, я специально смотрел, вот есть такая книжка «Химия и кухня», где подробно расписаны вот все элементы. То, чем они вредны. Там про олово написано что-то тоже жуткое. Именно олово, там пытаются и вот эти средневековые всякие мракопесия связать, что они олово. Ну, я не знаю, я, знаете, не могу… Масса примеров просто так. Люди травили золото. Ну, а тут это понятно. Тут все знают, что такое. Нет, тут нет вопросов. А вот Галлий, вот вопрос. Что? Галлий, который в светодиодах, он же тоже вредный. Я понимаю, это тоже, конечно, под вопросом. Я думаю, что вот то, что они там в этом справочнике поместили вот это, как самое последнее, и так очень скромно написали, это то, что называется политкорректность. Не могут же они написать, что это яховитые лампы, если они сами, может быть, тоже их и производят. Вот эта фирма, которая рекламируется. Светодиод. Так я хочу просто рассказать, я многим рассказываю. Значит, прошлым летом, вот у меня дочка живет в Киеве, и она должна была родиться. И вот она приехала в Хайков и задыхала здесь, в доме. Не могли понять, от чего. Ну просто она дышала, вот нужно было ей намочить в воде полотенце, и в него дышала. Значит, все равно было очень плохо. То же самое вот было на даче. Уже повыбрасывали все, что только можно. Ну, на даче там какая-нибудь краска какая-нибудь, еще что-нибудь. Но все равно задержали. Пока изобразили, что эти, может быть, дела в лампах. Вот как только выбросили эти лампы, и дома, и там, все как рукой снять. Какие лампы? Какие лампы? Сразу же. Ну, обычные энергосберегающие лампы, которые у всех висят, которые... Мне писали много писем. Там не ртуть. Что? Там не ртуть. Там пластмасса, которая греется внутри там. Вот. И она очень вонючая. Я согласен. Может быть, это не изо ртуть. Может, что они содержат ртуть. Запаянные колбы, она никуда не дает. Но колбы же они начинают пропускать, видимо. Ну, я разговаривал... Там оно... Там... Там... Дело в том, что там, внутри, вот этот вот преобразователь. И он запрессованно это все хозяйством. В пластмассе. И когда он начинает неисправно работать... Жуткая вонь. Жуткая. Жуткая. Ну вот дело... Оно воняет даже, когда оно исправно. Но когда неисправно, это вообще. Конечно. Мы тоже никак не могли понять, в чем дело. Потом... Я смотрю, что там... Греется. Открываю. Спасибо вам, что вы тут разъясните. Но вот эти же... Вы даже в этом справочнике, они пишутся там. И вот вся Европа насильно ведь была переведена на эти ванны. Я говорю, насчет ртути все правильно. Да, да. Вы знаете, что раньше были вот эти вот парартутные насосы. И у людей... Ну... У моего руководителя, который дожил до семидесяти с хвостями. Ну... Почти до восьмидесяти лет. Он говорит, это у нас лужи были под линолеумом, ртути. Это на старой площадке. Да, на старой площадке. Это были диффузионные насосы. Диффузионные насосы. И там ртути было, извините. Килограмм. Нет, ну погодайте. Вот. А тут... Там... Там, значит... Вот... Давление... Это самое... Сколько там? Там десять минус третий миллиметр ртутного столба. Давление паров ртути. Там капелька ртути. Если вы ее выморозите, она будет смаковое зерно. В этой лампе. Там очень мало. Причем дальше используют амальгаму. И там... Нет. Ну, спасибо. Значит... Вот... Ну, конечно. Это другая причина. Но то, что от этих ламп это бесспорно. Потому что... Когда их выбросили, все прошло. Да. Но... То есть... Это... Спасибо, что вы рассказали. Что китайские лампы. Совершенно верно. Они там... Такую гадость. Ну, вот. Которую у нас тут... Максус называют. Ну, светодиодные тоже Максус. Да. Но... Нет. Но светодиодные они вообще не имеют. Там нет. Ну, не знаю. Говорят, у нее там тысяча... десять... Несколько там часов. Сто тысяч часов. Сто тысяч часов это десять лет. Чтобы... Десять лет. Ну, хорошо. Конечно. Ну, хорошо. Ну, а я, в связи с этим... Хотел показать... Тех малышей, которые все-таки... Вот, а потом... Родились с их семьями. Это... Как бы... Вот. Они уже выросли. Им уже годы. Вот. Вот. Проверить эти имена... Путью или чем-то... Да. И в заключение я... Показаю... Да. Да. Что... Это я такой... Думал, может быть я не прав. Это здоровый людьми не хранит. Поживать вместе с вами. Долго эти... Делая жизнь. Это идиот. Да. Но они все равно как туда. Дмитрий, я вам объясняю. Они продаются для священников. А? Они продаются для священников? Ну, конечно. Да. Ну, там сколько они? Нет. Ну, да. Ну, просто фонарьки послушаешь. Нет. Ну, просто дома... Но они дорогие. Конечно. Какая стоимость? Ну, они дешевеют. Но когда-нибудь... Ну, сколько это получается? Полтора года назад... Ну, сто гривен, сто восемь гривен. Точно. Ну, такого нет. А? В принципе, достаточно. Да. Ну, если вы учтете, что в ней устроили. Непресенье. Такой вот. И... Ну, вообще. Ну, как бы экономичность тоже. Постание. Ну, так это было. В заключении. Вот я хочу походить в Мобилевский павелят. На минуту. Если будет слышно. А как их поздравляют, вот и их ангелинские зеленицы. Так, и почему они не учатся? Он уже пошел, он уже двигается, проснулся. А, ну, что я сделал, где-то все там, пошел. Ну, вот это вот, где-то, как отзаки, амбалочки, амбалочки сейчас положат. Амбалочки, 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 амбалочки. Стоит, амбалочки, амбалку, амбалка, клинчей, амбалку. Стоит, амбалка, стоит голубор. все обе помещены сразу как бы на его сверечь раньше мы бы что-то всегда был а тут даже не было а это король, да, нет? что тоже хлопает это ж редкий король, да? Обычно, по идее, шведский король предний получает. Это как бы по физике, который там у них представлял, и все председатели. Вот вся нобелевская версия, они всех три сразу, обычно отдельно одного, отдельно другого, а тут сразу все. И все, давайте, Юрия Петровича, мы учтем пожелания, которые в конце были сказаны. Хорошо, на всякие случаи, вопросы. Юрий Петрович, это запрещенные переходы в семье. Что? Запрещенные переходы, да. Или те, которые обычные. Расслоенные, уровни. Я просто даже не знаю. Ну, есть запрещенные переходы, которые мы не видим, а при определенных ситуациях мы заставляем обучать. Ну, по идее. Отключать энергии в эти запрещенные переходы. Ну, мне просто шутка сказать. Вот в таком камере. Обычные переходы, которые там, ну, вы сами просмотрите эти материалы. Там такого, в общем, я не встречал кто-нибудь. Ну, может, я не знаю. Еще кто хочет задать вопросы? Какие? Настроение уже ближе к Новому году. Давайте, Юрий Петрович, еще раз. Аплодисменты. Всем хорошо провести Новый год. Спасибо вам. Удачи! Спасибо.